привет всем стратегическим же ужиком случайная фэшка в пятую силу чисто для того чтобы быстрее сыграть уже поливают довольно быстро можно выбирать цивилизации поэтому я наверное выберу себе вавилон просто самое есть получше цивилиза то есть например на науку на самом деле лучше корея просто на долгую группу что еще корея в эти в холмах появляется всегда ну вообще корея тупо на науку круче чем вавилон но но вавилон так и пишут спрошу что еще забанена а сме вавилон не дают взять тогда ну просто блин корея скорее всего какие-то первого тира цивилизации интересно что у них считается первого тира вообще например кельтов эфиопию австрии тоже бы крутыми назвал честно говоря очень хитрые чувачки я смотрю ладно давайте придумаем эти персию возьмем может она не в первом тире я думаю что польша корею спрошу я корея нравится своим местом появления обычно а корея так инки испания гуны корея вавилон аравия персия польша хочется ну россия крутая но тогда я не буду россию брать уж извините так блин что ты только что думал а персия он уже и персию перечислил блин чет напряжно так играть хорошо возьмем шашонов шашоны тоже на разве да господи да ты прикалываешься лол просто просто хорошо от стеки можно от стека взять наконец-то может можно сыграть хотя бы за ацтеков finally finally мне разрешили сыграть но это видите все северной америки судя по пингу но я хочу сказать что австрия и эфиопия это тоже крутые цивилизации вообще-то там проверяет что у всех dlc длс стоят ну правда хост взял одну из не самых сильных ну и бразилия вот голландия и бразилия вообще ну посмотрим кстати прикольно может и мне надо было от стеков брать а взять какого-нибудь не знаю хотел сказать сиам но сиам хорошая цивилизация ну по-моему мне четверочка ну например германию можно было на троечку потому что ацтеки крутые особенно если мне сейчас завезет здесь с озерами варварами и джунглями так слушать я забыл вот это их уникальное здание 15 процентов к еде и каждый тайл озера дает плюс 2 еды я вот не помню ладно я наверное давайте так глянем но это не озеро это побережье давайте наверное вот сюда остановиться и поедем о о мы поедем в петру мы поедем мы помчимся в нашу петру утром ранним за ацтеков отожрёмся господи цити дверунки как рядом находятся а сначала вот у заберу так тут висячие сады потом петра мы может ягуаров делать хотя не поднял 1 сказал они по джунглям быстро бегают а тут нету джунгли чё-то рядом со мной каким-то макаром не завезли культурку дали отлично но мы через традицию будем играть потом мы на краю как видите явно где-то здесь буду еще ставить город потом но не за не буду спешить так старт выглядит уже очень крутым а если мы еще петру ухватим тут вообще трындец причем нам нужна петра вместе с висячими садами как ни крути что мы наверное аристократию пораньше возьмем тем более нам культуры привалила ну скорее всего пойдем в олигархию легализм и аристократия вот так будет еще и майнинг бесплатно нашелся зашибись так старт очень жирный очень жирный где там наше кстати наше здание по-моему как раз висячих садах нет нет а по пути по пути зашибись зашибись она заменяет эту как ее господи водяную мельницу но она намного круче водяная мельница очень странное здание в пятерке она стоит 2 2 золота в содержании отдает что там производство и две еды такое очень странное из за 2 золота это очень мало а вот это здание очень в тему так наверно еще скаута делаем сразу так ну в принципе выглядит игра ему и даже вы ну я я думаю что идут липнут намного раньше чем будет до какого то есть я бы давайте так будем считать если я построю висячие сады и петру то я победил такое у нас условия здесь я чувствую вот тут вот горами какими-то защищен то есть хоть сиди и все чудеса забирай еще мне кажется очень качественно столичкой подвинулся по моему скромному мнению немножко от лошадей ушли но не страшно вообще вообще не страшно так наверное сходим сюда а вот ягуаром будем о рынка так рабочий растем открываем ну надо надо амбар открыть надо святилище открыть первый пантеон пошел опаньки у кого-то тоже пустыня нормально так у нас будет борьба за петру да но у меня старт вроде о еще и население сразу дали так меня старт вроде очень хорошие для того чтобы рассчитывать на петру да он эти не теряет хода по лесу тоже не только по джунглям ну сразу что леса что джунглей маловато так гэгэшка какая-то тут вообще практически ко мне ну тут тоже хорошие места смотрите ну тут надо будет на море где-то ставить город не знаю пока куда второй скорее вначале будут проблемы скорее все с варварами они соседями потому что места много вот тут уже у нас варвары да петра тут очень нужно сначала заложу в город потому что олигархия если юнит в городе больше урона наносит по варвару из-за олигархии тут я еще гэгэшкой защищен так давайте вот эту встретим о ребзя я первый пантеон приму не пози там кто-то взял на пустыню наверно сначала давайте лучников нам придется светилище построить эти круче было бы сначала пойдем попробуем хотя начнем убивать лагера мышцы на них на их культуру будем фармить я забыл лагерь не будем убивать просто сидим в лагере так я сейчас подумала надо ли нам тогда лучника открывать у нас если есть уже луч а нам в любом случае сюда надо идти попробуем без охоты обойтись надо тут посмотреть территорию любимый зритель если тебе нравится видео то поставь пожалуйста лайк и оставь комментарий кроме того где то либо здесь либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети ну а если ты все еще не подписался на мой канал то конечно же подпишись можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков патрициев а некоторые видео раньше чем для других зрителей кроме того появилась функция супер спасибо где-то под видео это как донат только не во время стрима а только этому видео всем спасибо за поддержку на пустыню на лагеря пантеон на выгоны еще можно так ну тут все примерно понятно надо скаутом туда будет бежать этим скаутом я бы возвращался домой ну вот тут немножко еще посмотрю что внизу еще культурку с этого заработаю парня бесплатного монумента ведь ему можно нам не строить было монумент мы его бесплатно получили дальше мы будем аристократию скорее всего брать или блин все-таки монархию вас еще до висячих садов так-то далековато после постройки светилища я переключусь на рост и на постройку амбара пока мы некоторое время играем знаете что возвращаюсь тут уже гавандец бегает нечего там ловить я уже этим скаутом кого-нибудь открою лучше чтобы у меня лучники были дома чтобы наяривать культурку какой же пантеон брать случайно не голландец взял нет а кто там мог взять кто у нас там кельты ну кельты в лесу появляются голландия ну голландия вообще где угодно может быть там на реке ну на серебро и золото мне кажется бессмысленного вот еще один ресурс серебра и все не знаю мне не нравится так покупаю оазис пока так делаю наверное все таки выгодно надо брать надо вот эту овцу и вот эту еще выкупить о паке лиманджаро ну к сожалению не мое до него просто не добраться ну если город я не могу поставить к нему явно гэгэшки заберут даже наверное сначала тут ферму построю прежде чем лошадей обрабатывать хотя с другой стороны лошади да будут давать культуру ладно фак сейчас у меня заберут рабочего фига себе кто-то взял плюс 30 к силе обстрела городами ну короче как видите соседями вообще нету просто сиди строй чудеса жалко еще мрамора нету рядом со столицей не забрали прикиньте вот на хрена ты сюда прыгнул писем голландский я так перемещаюсь потому что килиманджаро так рост рост пока все верно 3 хода до роста клетки если это купится клетка то я выкуплю за золото эту если культура это то это ну-ка мне хотелось конечно эту чтобы эту выкупить она гонконгу не досталась хоть это четвертый радиус но всякое может быть не буду забирать лагерь чисто фармлю культуру главное об этом не забыть я ее фармлю прямой наводкой висячие сады после амбара строю свое уникальное здание мне бы до висячих садов хотя бы до пяти вырасти играю одним городом прям до петры так я случайно не убью тут отлично так вообще мне бы знаете что вернусь наверное какого-то из городов сопру рабочего ватикана еще не ну гонконга он ближе всего блин ватикана появился его спер голландец вообще и хрен с ним даже даже и нормально в гонконга заберу так у нас девять ходов будет просто думаю наверное пока производство чтобы быстрее плавучие сады сделать тут я думаю мне монархию брать или уже аристократию наверное все таки монархию сначала потому что смотрите у нас 20 ходов да но я это буду давайте наверное на открытую местность прокачаем за счет убийства варваров ускорять не хочу забирать короче давайте вернемся в город чтобы вылечить тут просто стоим да все верно она не буду выкупать пока эту клетку не думаю что гонконг я прям сейчас заберет тут смотрим у тебя есть есть рабочие отлично и очень близко к теночетла ну как да ладно чё ты выполз блин ну да вот тут эти варвары мешаться сейчас будут так вот тут сейчас не очень конечно он встал она мы его убиваем все равно но 14 ходов ну короче нам надо к моменту постройки висящих садов принять аристократию возможно я и ошибся так стоим пока здесь пускаем сам атакуются но там рабочий в гонконге внутри сидит у нас бонус на джунгли только на ягуаров да я так понимаю распространяется на других юнитов нет так до открытия пирамид наверное еще одного лучника построим библа так стоим еще там стреливаем делаем лечимся надеюсь это не чувак желающий в петру выйти построил но мы не знаем на самом деле так подкрадывается тут варвар к моему рабочему так вот тут не знаете что не будем убивать если убью то улучшу отношения с гонконгом потом мне красить рабочего зачем потерянием до до лечимся уже до конца так здесь значит лучника сам город переключаем на рост защитим так тебя должно хватить его убить не нормально мне тут культуры привозят варвары мне очень нравится так давай выходи обрабатывать холм все ночи тетлан растет блин ты шоколад решила выйти но это не очень конечно удачно этими сейчас обходить сколько надо будет так ну я что-то в аристократию пока немножко мягко говоря отстаю шесть ходов у нас уже следующим ходом открывается четыре хода до шести жители будем расти чем я уже буду сейчас шахты строить ну я первый по производству и на шести жителях а точно буду первый по производству но мы в любом случае начинаем уже висячие сады и идем дальше прямой наводкой в петру мы обязаны построить висячие сады и петру это смысл нашей стратегии иначе иначе получится что мы слишком много потратили ресурсов не добившись ничего а вот висячие сады с бонусом ацтеков точнее с их уникальным зданием и потом ну со всеми в итоге вот это очень круто будет а потом еще и петра то есть висячие сады дают нам кучу еды петра нам дает куча производства стоим здесь ждем так 4 хода 3 хода ну и я чё вот надо аристократию 15 процентов к производству чудес понимаете да ну так предварительно тут где-то город надо ставить и видимо тут город ставить возможно тут тоже рядом с мрамором где-то а подождите раз-два не влазит из-за антверпена на овец видимо придется не хочу лагеря забирать а у меня очень качественно получается наяривать культурку на них так лагерь варваров далеко меня единственное что сильно смущает что вот этот чувак скорее всего взял и пантеон на пустыню и построил великую библиотеку то есть он скорее всего он идет в петру через великую библиотеку что конечно ну и возможно у него теперь еще больше но скорее всего больше производства того кто два города поставил а я в один час играю и буду долго играть в один то постройки петры в общем-то так я думаю что нужно этого рабочего тут довести спокойно так что наверно поехали скаутом дальше исследовать территорию раньше времени ушел но сейчас бы не мог убить конечно так переключаемся на производство тотально надо обрабатывать эти клетки вот границы нидерландов но они в общем-то мне тут ничего тоже сделать не могут стоунхендж мы берем аристократии так сколько давайте смотреть 6 ходов висячки все равно 6 ходов даже с аристократией встретили бразилию этим рабочим пойду этих овец обработать но этим соответственно этих буду обрабатывать при этом может переключиться еще так о 5 ходов отлично вот как тут у швеции синай красиво вот это красиво да я думаю что они тоже все но набожность вот это конечно слабенький игрок очевидно швед в набожность увидел все синай пошел в набожность вау бразилия 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 волю вы знаете это можно это возможен путь набожности в том плане что через туризм победа бразилии надо следить за чуваком чем там делать будет это очень даже опасная штука потому что в бразилии карнавал в два раза больше туризма дает если бразилия бразилия возьмет религию кстати давайте посмотрим нет у него даже пантеона пока нету но если бразилия возьмет религию на пагоды неизвестная цивилизация 15 процентов к строительству чудес тоже интересно кстати я последний в лобби то есть а к тому что тут гоняться звучит за чудесами будучи последним в лобби конечно но я первый по производству чем я очень так конкретно прямо шоу но нельзя меня может обогнать только чувак с религию швеция основала только чувак с библиотекой то есть он он взял пантеон на то чтобы надо но это швед предлагает это способность швеции она дает плюс 5 процентов к появлению великих людей вообще давайте или плюс 10 процентов я уже забыл либо плюс 5 либо плюс 10 не помню у меня в принципе висячие сады будут великого инженера давать так что почему нет так вот я последний в лобби то есть если кто-то со мной в один ход строит висячие сады я их проигрываю сто процентов но сейчас игра после не верю что кто-то мог круче меня сейчас тут разыграть и реально построить веще висячие сады просто вот как-то ну я чувствую какой у меня какая у меня территория лейк конро лас-вегас чувак из аризоны что ли а из аризоны из невады переменовывает города шведские в города невады ну короче швед точно слабенький игрок е-е-е пять ходов до петры и пять ходов до роста тянуть стеклана слушать а может храм артемида тогда это же тоже комбо вместе давайте блин или сеттлера мне я бы все вместе попробовал сделать храм артемиды висячие сады петра это просто такое вкусное комбо что я просто не могу удержаться тем более за ацтека храм артемиды многие устроить потому что он 15 процентов к созданию позише он тут созданию стреляющих унитов но мне пушит 10 процентов к росту в городе это плюс 15 процентов от моего здания знаете как растут тогда раз храм артемида еще никто не построил и на него никто и типа не спешил с ним понимаете потому это реальный шанс когда сейчас вырастет до город он добавит еще 2 2 производства все давайте глянем нам надо 123 накапливается 2185 сейчас сложно я пока посчитать убили шведского лучника варвары так сколько уже накоплено ну 49 до надо еще 51 74 74 чтобы за три хода это было то надо 20 чуть больше 24 производства никак я не могу это организовать так один чувак уже ливнул нормально так ну тут надо просто не дать чтобы он на мою ферму встал и останусь а хотя блин наверно пойдет это сволочь пойдет наверное сюда так что надо сюда ягуаром тоже подойти да блин чего тут везде что ли скорее всего сюда сейчас пойдет вряд ли он катянуть светлану или атаковать лучника будет потому что лёша знает тут хреново что сейчас станет на овец к сожалению факт мне придется на один ход наверно петру отложить получается чтобы артемиду достроить мне надо сейчас вырасти на один лучше убрать потому что варвар в конце хода как бы становится на овец у меня отменится эта клетка и я не знаю на какой она переключится мне важнее чтобы именно рост был тина чтитлана а не производство артемиды чё дали культуру по моему блин надо было тупо но надо было зайти лучником в город обстрел я бы убил этого тогда о не встал так ладно это тоже норм в принципе к сожалению высокими не хватило чтобы построить ну вообще прилично не хватило даже себе остался на овцах атак останусь так петра есть на один ход позже к сожалению начну строить в лагеря идем чтобы слонов обработать я думаю это явно 20 производства против моих 19 с двумя городами понимаете петра 8 ходов но я сейчас переключусь на производство я думаю так 7 плюс 11 еды 7 6 и больше я кстати да даже не могу взять нигде не еды производства имею ввиду больше производства сделать к сожалению не могу эти клетки выкупать потому что денег уже нету оракул кто-то построил это меня только радует что никто и так эти возможно тот кто построил великую библиотеку потому что своим ходом оракул еще наверно рановато 48 ход так у меня петра будет 53 ход ну тоже не кстати не самый быстрый и самая быстрая петра получается зато зато довольно быстро традиция закрывается зато и золотой век это еще ускорит постройку да да слушайте меня сейчас титлан боже как он будет сейчас расти до 3 хода петра ну 52 ход ну в принципе неплохо я так считаю в принципе неплохо я не верю что кто-то меня может обогнать 28 производства чисто в городе где я петру строю просто не верю мы сейчас глянем а когда петру построить и ливнет кто-то то значит я круче всех ну наверно железо давайте откроем глянем где оно так ну тут быстрее чем за два хода мы все равно не сделаем потому что я бы наверно на рост переключал с моим то бонусом тут на все это просто сейчас титлан должен как на дрожжах куда ж нам город ставить сначала я бы даже наверно куда-то сюда сначала ставил чтобы мрамор был лошади рыба блин а может не на море ставить два три вот куда то есть блин подумать надо 305 что он там делает вот этот чувак не ну там он города ставит скорее всего интересно кто взял ну я думаю что то он взял на пустыню пустыню а и он же уже пагоды don't poop here это по-английски никак идти тут я бы еще please добавил пожалуйста никак идти тут классная религия кстати значок православия а кто у нас петру построил а я построил вообще считаешь практически победил так один ход надо вырасти до 9 поэтому эти наверное рабочего один ход построим и может реально где-то вот тут на реке стабильный меняется что шелк четвертом радиусе получается я бы даже сеттлер рабочий сеттлер вот так так календарь библиотека вообще наверное давайте всадников не всадников а конюшню для тина чтитлана посмотрите на оазисы какие у нас тут какие у нас оазисы блин я все никак не могу решиться где мне город ставить не знаю мне почему то вот тут хочется хоть я и до шелка не дотягиваюсь но может быть четвертым радиусом дотянусь а выглядит место тут ничего таким мне почему то не хочется здесь на берегу ставить самая ну самая главная причина у нас наше уникальное здание только на реке строится понимаете да микоти и компьютер здесь предлагает пойду сюда чтобы овец обрабатывать пораньше так тут ждем посева может переключиться на рост мы ждем раб где тут было нет тут наверное все таки оставим на серебре уйти на сетлан будет просто расти ага так мы тут опять строим поселенца наверное вот этим мы пойдем обрабатывать туда этим сюда идем давайте здесь сделаю ферму пока не знаю пока что брать в следующем возможно я не знаю пока швеция защитник веры взяла 100 золота ну это слабенький игрок он даже взял веру ну зачем ему 100 золота при обращении прям сразу ну я уже молчу о том что через набожность без ничего играть это самоубийство надо волю путь набожности это кстати давайте проверим бразильца на всякие пожарные ну бразильца тоже какая-то жопа две две воли принято к этому моменту когда у меня апер традиция закрыта знаете что я вот этого наверное тоже вот сюда на реку поведу пускай там голландец напрягается как эти караван уже есть но я жду постановки вот этого города но это от петра караван как вы понимаете и отправлю сразу в этот город так я думаю сначала цирк построим даже на производством вырасти тут следующим кодом надо будет переключить на рост так конюшню явно строим так тут придется один ход да два хода точнее потерять потому что надо поселенцу пройти ну уже можно и библиотеку наверное открыть так тут надо вот этим рабочим я наверное пойду к тому городу а этим пойду еще слонятину обрабатывать не буду спешить эти клетки выкупать мне более вот железо бы наверное хотелось забрать возможно так короче пока мы сюда в любом случае идем боже я самые крутые все возможные бонусы именно для ацтеков то есть висячие сады и храм артемиды урвал петр это еще и приятный бонус сверху не ну это это не интересно обрабатывать еще видите как производство добавилось я думаю что я все еще первый по производству нет все таки кто-то у меня один хотя два уже по хорошему пока один город будем честны так надо мессенри чтобы можно было мрамор обрабатывать странно что вот этот лагерь вообще как-то себя очень можно конечно там лодки спамят но мне он вообще никак не мешает так кстати голландец у нас через что играет традицию ну хоть один из соседей традиционник ну типа играет так как обычно люди играют так два хода давайте наверно сначала этих обработаю у нас все таки пантеон на пастбище не буду выкупать я наверно следующим ходом куплю бананы чтобы город дальше рос блин я забыл но есть поставил город говорил же что буду посылать караваны забыл об этом ну походу я точно могу здесь город ставить выглядит как будто здесь третий радиус ну меня наверно на холме ставить что с армией галанс самая маленькая то есть можно его не бояться давайте наверно метка луки откроем единственное жалко что я сейчас не смогу свиней выкупить получается можно пока не ставить город а поставить когда деньги будут ну то есть хотя бы 30 монетам наверно 30 монет надо будет играть все равно еще предлагает тут стоит может рискнуть все но и типа сейчас не ставлю понимаете а если тут могу реально город сайта я поставлю чтобы не выкупать трюфеля на холме конечно было по сейфове если голландец все-таки обидится и решит меня атаковать но скорее ему надо бояться чтобы я его не атаковал с храмом артемиды да могу поставить так там со шведом нечем торгануть нечем с бразильцем нидерланды спрашивают что реально чувак он сразу сдается а это хост это было быстро или меня кикнет на что ставим а он он ливает посмотрим не развалит целевой это конечно вот это воля я понимаю человека на вы можете дорогу кто-то волька Ну то есть Мне уже Как бы голландец не страшен Ничем Так, какое нам Там охота нужна Тут мы, ну не знаю, календарь откроем Давайте, наверное, на всякий пожарный Ну, в общем-то, я думаю Дальше мне надо просто голландца захватывать Только дороги надо провести Блин, а мне бы еще Мачу-Пикчу очень в тему было бы Вот у меня тут гора есть Здесь и здесь Ну, здесь, типа, будет считаться Мачу-Пикчу Да, слушайте, наверное, надо Пойти Мачу-Пикчу открыть Так Может Честь взять Раз я решил нападать На всех вокруг Геликарнатский мавзолей Статуя Зевса Все очень вкусное Ну, Геликарнатский, конечно, хочется в Театихуакане построить Статуи Зевса Статуи Зевса вообще Я не думаю, что кто-то кроме меня Давайте, наверное, Колизей лучше сначала И, хоть и мрамор тоже даст счастье Но у нас постоянно будет нехватка счастья Так, и поперли прям вот реально В Мачу-Пикчу Построю здесь все-таки шахту Я бы еще одного рабочего сделал, вообще-то Тут 100% надо дорогу Ну, то и в Театихуакан, конечно, надо Так, а здесь я буду дорогу отсюда делать Прямо Ну, интересно, мне же сейчас двойной набор культуры будет даваться За убийство варваров И от способности ацтеков И от взятой чести Я уже забывал Забываю это все Как там работает Давайте рабочего в один ход Охренеть, конечно Так, а за что мне сейчас два счастья дали? А, блин, арену построил Тьфу ты Блин Все-таки раз-два-три В четвертом радиусе Забрало железо Антверпен Жопа С ручкой Жопа с ручкой Пойдем Сюда Еще, конечно, было бы круто Армию сводить к Галиманджаро Все, но так неудобно Галиманджаро расположено Что, честно говоря Не поведу Так, этот у нас ведет Дорогу сюда Предлагаю потихоньку апать Сейчас у нас денежка есть Плюс 12 Сейчас будут более крутые Варвары появляться И мы их долго колупать будем Да, двойной набор дают Очков Зашибись Зашибись Ну, конечно, опасненько Сейчас появится варвар Хотя он Один По-моему, один или два раза Отсюда появлялись варвары И все И захватят мне Рабочего Ну, смотрите Просто посмотрите на это Да, там кто-то по науке летит Но поверьте С таким населением И с таким ростом Столицы Вообще С такой столицей Догнать чувачка О, чеченицу построил Малайчинка Маленькая Малайчинка Там Так Ну, пожалуй, тут Все-таки Сады плавучие Нету смысла Потому что у нас всего Трещастия То есть там Нету Необходимости Спешить Караван Ладно, давайте Меткалук А он пойдет У нас этот Лагерь фармить Ну и защитит Заодно Рабочего Если что Так Вот тут Я все-таки Хочу В Тиноч Светлан Отправлять А не В Тлателолька Тлателолька И так нормально Будет Расти Один ход До Мачу-Пикчу Блин, серьезно? Ты так дорогу поведешь? Ой, блин Хочется Стены построить Чтобы инженерное Дело Ускорить Но Тут я вспоминаю Что я Не В шестой Циве Поэтому Давайте еще Рабочего Че чувак Ливнул Так Подкрадываемся Через обстрел Галер Блин Мачу-Пикчу Четыре Хода Охренеть Просто Какой-то Супер Мега Ну я просто Не знаю Куда я сейчас Пойдем Вот отсюда На всякий случай Проведу Дорогу Не знаю Куда там Компьютер Я так посадил Чтобы он Дорогу вел Так Блин Может мне Этих лошадей У меня денег Нету На это Ну что Он делает Дорогу Три хода Это вообще Легально Два хода Вроде Дорога Делаться А вот Инженер Но я конечно Не буду Инженерить Мачу-Пикчу Она у меня Я вот прям Уверен Что я первый Построю Руками надо А то они Как-то очень Странно Ведут Эти все Коммуникации А я посижу Тут Неинтересно Исследовать Карту Вообще Так Значит Мачу-Пикченицу Угнали Может тогда В Ноттердам Еще Зайти Кораблик Кораблик Убивать Там Дуболом Чего-то Там стоит Смешно Так Какое мы чудо Следующее Хотим Ну наверное Ноттердам Все-таки Не хочу По колеса Вырубать Я тут Шахту Сделаю Блин Просто Ваншотаем Уже Метка Луками 16 Культуры Просто Я даже Пойду Дальше Честь Брать Почему Нет Ацтек С честью Мне кажется Это круто Так Давайте Караван О Блин У нас уже Несчастье Да Нам точно В этот Нужно В Ноттердам Блин Так Может Тогда Не караван Че нам Караван Куда мы Тут вырастим Давайте Гильдию Артистов Я бы Караван Посмотрю Когда у нас Мастерские Будут Чтобы Не на еду Например На производство Отправлять Плюс 19 Было Плюс 8 Стало Плюс 19 Как только Мы соединили Дорогами Так Не Лучше Так Поведу Дорогу Пока А вот Этим Идем Вот этих Овечек Обрабатывать Что Бегэшечка Есть Да Как-то Надо Проблему Со счастьем Решать И В этом Нереально Ну я наверное Ноттердам Как раз Заинженерю Чтобы Так Солидно Было Сразу Кстати А есть Еще Религия А Еще Одна Религия Свободна Может Быть Даже Благодаря Ноттердаму Я ее Возьму Вот Просто Вам Показатель Зачем Почему Не надо Ливать Вот Человек Ливнул Я могу Сидеть Дальше Развозить Так Бо Я тратил Производство Я бы Наверное Завоевал Конечно Но Я бы Так Не развивался Тогда Так Получается Что Он Просто Позволяет Мне Дальше Улетать Кстати Я бы Построил Стену Чисто Ради Очков Инженера Я не Буду Апать Пока Прикол В том Что Гену Никто Никто Не Встретил Я Первый Встретил 30 30 Монет Получил Нормально Голландец Конечно Тут Офигительно Все Разведывал Разведал Точнее Ничего Не Разведал Ух ты Пирамиды Терракотка Все Все Важные Чудеса Забрали Что Делать Давайте Попробуем Здесь Наконец Мавзолей В Геликарнасе Построить Построить Просто Стою Безнаказанно Фармлю Культуру Вообще Так Офигительно Я бы Честно Горя Раз Я Ни с Кем Не Мою Я Буду По Этой Ветке Пошел Потому Что Тут Счастье Есть Руины Не Собраны Кайф Так Подождите А что Я Ни с Кем Торгую О Швед У тебя Шелк Есть Сижу Без Счастья Грущу Так Пошли Вот Этот Лес Вырубать Для Гелика Еще Я Город Строю Все Любое Уже Коник Появляется Он Далеко Оттуда Не Убежит Правда Ну Вот Он Он Даже Не Подождите Он Разведал Он Он Уже Ходил Тут Скаута Вот Он Я Ставлю У него Город Он Видел Вот Эту Территорию То есть Ну По-хорошему Это Просто Я Рискнул То есть Чувак Живит Какая Ни Территория Вот Мне Тут Идти Раз Два Раз Без Дороги Раз Два Три Четыре Пять Шесть Ходов Ну Подготовь Ты армию Нападе Он Конечно Решил Что Я Уже Все Нападаю Сто Процентов Ух Ты У кого-то На Десять Процентов Впереди Чувак Ну Это Все Отыгрывается Не Волнуйтесь Мы Не Встретили Еще Кельтов И Австрию Как Вы Думаете Кто Лидер Кельт Или Австрия Я Быв Все Наверное Австрию Поставил Там Клетку Куплю Потому что Если Вырубать Лес Не На Своей Территорией То Меньше Даст Меньше Производства Даст Сколько Залож 24 Культуры Солидно Библиотечку Мастерской Один ход Мастерская Охренеть Я Каждому Этому Радуюсь Типа О Два Хода Чуда Охренеть Мастерская Один ход Охренеть Но это Конечно Ну просто Очень Очень Круто У меня Тут Все Тина Щитлан Будет 20 Жителей До Сотого Хода Это Тоже Охренеть Блин Вообще Чувак Там Может Натердам Раньше Меня Построить Еще На 10 Тех Впереди Меня Ладно Посмотрим Наверное Апну Уже Вмечника Бессмысленно Тут Держать Ягуара Так Мастерская Форч Кстати Тоже Можно Посмотрим Потому что У нас Два Ресурса Железа Здесь Рядом С Городом Так Это Тихо 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 Акан Бегал Да Давайте Из Платы Лолька В столицу Отправим На еду А Истина Щетлана Ну Не буду Наверное Пока Запускать Золотой Век Пускай Вот Где-нибудь Стоит Все Значит Титлане Сделаем Караван Наверное На производство Втлаты Лолька Ко мне Отправил Голландец Караван Гонконг Хочет Чтобы этот Лагерь Был Уничтожен Мне кажется Надо выполнить Задание Гонконга Потому что Он счастье Даст Что мы Дальше Могли Расти Так что Да Выполняем Еще и Гену Я хотела Кстати Надо Пройтись По ГГшкам Пообещать Защиту И У нас Сразу Шесть Частья Появилось Так Есть Караван Бараки Пока Не будут Строить Пока Там Не принято Давайте Наверное Еще Одного Рабочего Этот Втлаты Лолька На Производство Продолжение следует Так Вот я Вижу Караван Австрии Три Хода Да Ну давайте Метколуков Потому что Нам надо Тут у нас Будет Каждый Город С гарнизоном То есть Город В котором Стоит Юнит Будет Давать Счастье И две Культуры А у нас Видите Тут Метколуки Хотя Это Я сейчас Пойду Поставлю В гарнизон Так Сейчас У нас Соединится Город Опять Хоть Денег Дадут Так Вообще Надо Тина Светлана Наверное На рост Переключить И вообще Я уже Набил На Пророка Мог бы уже Появиться Чтоб я Четвертую Религию Смог Основать Давай Пророк Появляйся Не появился Зато Города Соединили Двенадцать Двенадцать Золото Вход Ну не так Чтобы уже И много Так Ладно Выйдем Тут надо Защищать Рабочего Блин Что В стене Четлане Два Хода Делать Ну Видимо Метколуков Чтобы апнуть В арбалеты А Так Это Столица Я думал Вот это Столица Ну Голландец Тогда Вообще Конечно Мягко Говоря Непонятно Чем Занимался Ну Ну Конечно Блин Под столицу Город Я Бахнул Так Еще одну Еще один Метколуг Нет Слушайте Это Кельт На первом Месте А На На Пустыню Тоже Он Взял Кто Остал Этот Дун От Пуп Да Да Это Кельт Взял На Пустыня То есть у кельта Была Пустыня Там Ну Есть Естественно Тебя Кельт Тебя Так, Нотердам, блин, четыре хода. Прям даже жалко инженерить. Но чем быстрее мы его сделаем, тем лучше. Пошли. Блин, может, все-таки... Не, давайте философию откроем. Нам надо нацколледж уже сделать, а после этого уже захватывать. А че, блин, этот ливнул австрияк? Так, а где тут... Вот откуда варвары прутся. Подождите, а кто этот лагерь убрал? Блин, голландец забрал лагерь. Твою... А я стою тут, типа, еще, знаете, жду, когда кто-то появится. Весь мне фарм испортил. Таракотку Нидерланды построили. Да ладно, нет. Ну, я, конечно, не спешил, прямо скажем, с мавзолеем. Так, а где мой пророк? Вот что-что, а последнюю веру я бы хотел забрать. Кстати, а что ГГшки хотят? Музыканта. Ага. Медь. Ну, интересно, конечно. Ничего не понятно, но очень интересно. Так. Один ход до нацколледжа. Ну, давайте еще одного метка лука тогда. Не-не-не-не. Эти плавучие сады. Надо везде на рост включать. Включать рост максимальный. Блин, хотелось бы, конечно, к Килиманджаро заглядывать, но реально очень неудобно расположено. Не-не-не-не. Не-не. Садитесь. Не-не-не. Не-не-не. Коли-те-те-те. е так но от стеки конечно тоже забрал тенгри изм ну значит иудеями будут тут уж никуда не деться две монетки за каждый город вы прикалываетесь никто не забрал процент к производству вау вот это конечно над колледж один ход просто один ход строится просто вал нафиг производство такое переоцененная нету смысла обрабатывать коровы четвертый радиус ничего не даст ну жители просто не смогут обрабатывать нету смысла в общем выходим ворбы апаем забираем амстердам хьюстон чувак угорел по городам всяким я наверно лесопилочку сделаю эту производство как то в этом городе не не фонтан а чё тут чё делать я тут все сделал пошли дорогу наверное голландии хотя чуть дорогой сейчас построю дорогу и все ну короче в толпы логика пошли обрабатывать не знаю демография говорит о том что я очень крут конечно 10 процентов отстаем но там чувак такое ощущение что он сжигал ученых просто вот и все больше это никак не объяснить давайте лошадку еще сделаем тут стану скаутом буду лечиться дождемся взятия амстердама 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 что-то я туплю, а почему я нацколледж не открыл не понял что я здесь библиотеку не сделал сделал есть библиотека а, я за один ход и я его уже построил, господи, сижу да я думал, я забыл, что за один ход его просто лупанул, фак так ну, два хода даже, наверное, будет один не хочу просто бараки строить ладно, поехали еще композит потом бараки, один ход потому что сейчас я буду в два раза быстрее их строить я, наверное, заберу этот лагерь уже не буду здесь так, надо фермы ставить плюю эту клетку важная для того, чтобы можно было зайти к голландцу спокойно а, подождите это вот здесь они будут дешевле строить да, да можно было бараки до этого построить, конечно ну, чтобы у меня юниты с прокачкой выходили, а так здесь уже пофиг будет, честно говоря так еще обрабатывается потому что Тиночетланд просто охреневший город охренительный точнее так, стоим ждем, когда объявим войну чтобы лошадью сразу ворваться ну, там чувак в ренессанс уже вышел ну, я даже не знаю ну, давайте к себе отправлю вдруг компьютер тоже ко мне отправит и будет пытаться на этом что-то сделать блин, у меня и так уже дофига армия что я буду открывать? давайте драму и поэзию тогда один ход все-таки арбалет построю потом гильдию писателей буду ну, я буду разграбил его караван сразу приятненько так как бы мне тут так лошадью о блин у него копье копье вот это неприятно бильдию писателей и эпикала не забыть спецов посадить будет так и гражданскую службу чтобы фермы рядом с рекой стали кучу всего давать на территории голландии пока нету смысла строить дорогу чем тут вот и великого человека использовал так альгамбра построена врываемся я думаю нет ладно мечника потом когда буду уверен после пока он там культуру мне дает а нафига пикинера против но я бы нашу против компьютера сейчас воюю фига пикинера использовать конечно против коней кому нужны мы копейщика будем использовать это да это честно по нашему по-голландски по компьютер на голландски давайте так вот на производство сделаю блин или на рост лучше шуме тут производить ничего ладно идем в универы чувак исследует коляской территорию ну я думаю следующим ходом амстердам падает амстердам падает четвертом радиусе мне эту не надо клетку обрабатывать ошибочка вышла ну я ну Продолжение следует... Продолжение следует... Так, один ход до садов. Ну, в принципе, можно... Давайте еще всадника сделаю. Продолжение следует... Ну, начинаем догонять чувака с наукой. Так. Амстердам-то я точно себе оставлю? Этого... Я вообще, наверное, трогать не буду. Шведа. У меня тут главный соперник это... Кельт. Барабуду... Хочу. Да я и Софья бы построил по два хода. Распространить религию и укрепить. Чем плохо. Так. 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 Стрелять можно. Так. А что там ГГшки хотят? Музыканта, ученого и по меди. А медь у кого-нибудь из них есть? Шаттл... У шведа есть. Может он мне поменяет? Судя по его развитию, он такой человек, который может... Да. Нормально. Так. Ну и Роттердам мы берем. Потом я замирюсь с голландцем, мне утром нафиг не надо. Роттердам я, пожалуй, оставлю. Блин, Барабуду Австрия построила. Вот это жаль, кстати, я бы распространил религию. Ладно, давайте на миссионера сохраним и построим Айю Софью. Во всяком случае попробуем. Знаете, Вильнюс и Гонконг стали моими союзниками тупо, потому что мне швед дали. Медь, которая у него одна. Сейчас сделаем, чтобы скаут мог плавать и поплывем смотреть. Блин. Или забрать шведа. Чего он сидит тут мучается? Отойду, чтобы не обстреливал меня. Голландец. Не понял, он крепость, что ли? Или писатель, если ничего не пойму. Что-то использовал голландец, но это ему не поможет, конечно. А, блин, я же не открыл, чтобы плавать можно было. Ватикана. Не, наверное, заберу себе. Нафига мне. Не то, чтобы мне много требовалось веры. Так. Ну и что мне дальше делать? Нападать? Я думаю, да. Где он тут бегает? Вот еще у него коляска. Ну а что он? Ну тут явно зря время тратит через набушность. А, нет, слушайте, он традицию закрывает все-таки. О чем начал с набожности тогда, я не понимаю. Зачем? Зачем идет этот набственный вал. Наверное, религия дальше распространяется. Или 50 вер... Нет, давайте 50 веры за каждого великого человека, использованного. А здесь... Блин, разобрали все... А, давайте храмы «Два счастья». Пойду сюда, чтобы засвечивать. Универ. 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 Офигительно, конечно, Голландец себя тут обработал, ничего Так, следующим ходом А, нет, не следующим Ладно, надо где-то тут стоять на самом деле Сюда встану Ух ты, метколуки подходят Что делать, ребят? Что делать? Я бы сдавался, наверное, уже Не будь у меня так все хорошо Наверное, вообще забыл, что у него там коляска стоит какая-то А, он вообще, в принципе, не особо Беспокоится о своей армии У вас бразилец, между прочим, лагает КОНЕЦ КОНЕЦ В столице на самом деле остались только Блин, а вот это у нас что такое тут Две клетки Вот это и вот это не обработано Сейчас дуболом мне Да уж Я совсем зовут, что там еще голландские дуболомы Какие-то гуляют Вообще, я мог бы заключить уже мир С другой стороны Я имею в виду с Нидерландами Или забрать уже до конца, чтобы он не мешался Я утракт сожгу, он мне не нужен Пиза КОНЕЦ Блин Конем я должен был туда Ладно Это и доделаем Ну и куда он делся? Бегать за тобой, что ли? Да, вот этот тингризм, конечно Шведский Сильно распространяется Так, инженера пока не знаю, на что мы потратим О, Эфиопа встретил Ну вот он, лидер Эфиоп А, у нас вообще решил, что кельты Кто-то выбирал кельтов Блин, это Эфиоп, оказывается Извините, ошибся Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ладно, пошли под утракт подставляться Надеюсь, не очень больно Так, давайте вот какого-то одного арбалета оставим Блин, оба прокаченные Обратил... Надо, стоим здесь Одно счастье осталось ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Караван... Ну, давайте Анкар Ват, чтобы быстрее... Ну, и очки инженеров все-таки капают Так, этот на производство... Теотихуакан ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Два хода, ладно, два хода сама добавится клетка, подождем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так же махал, ну, это все, все там, этот, эфиоп. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лечится каждый ход. Так, отсюда я, по-моему, стрелять уже могу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ставим, ждем, вырубаем, делаем ферму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, вот, лолька. Доделываем шахту, заканчиваем ход. Ну, не знаю, я, конечно, не знаю, какие там показатели у эфиопа, но я не думаю, что... Близко даже. То есть он чисто по науке... Хочет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно, пора к эфиопу. Подожди, а почему я не вижу его? Я же всех встретил. Может, следующим ходом откроется? Так он должен был всех встретить, нет? Что-то странно, подождите. Нету смысла из Тендио Компани, потому что я сейчас захвачу город, который я буду сжигать. Это будет считаться, что... Ну, кстати, давайте-ка мы сикстинку заинженерим. Блин. А, не один ход еще? Ладно. Я думал, уже какая-то присоединилась клетка, я не заметил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, что, мы продолжаем удалять здание. Так, спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заход только одно здание можно продать. Так, надо что-то выбрать строиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА